27 сентября отмечается Всемирный день туризма, международный праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей Всемирной Туристской Организации в 1979 году в испанском городе Торге-Малинос. Слова иностранных слов, вошедших в состав русского языка в 1910 году, дает такое определение туристу. Человек, путешествующий для собственного удовольствия или с целью самообразования. Всемирный день туризма отмечается в большинстве стран, проходят слеты туристов, праздничные мероприятия, фестивали. Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей международными разных стран. Каждый год, начиная с 1980-го, имеет свой девиз. Например, 2018 год проходил под девизом «Туризм для всех», поощрение всеобщей доступности туризма. 2021 год под девизом «Туризм для обеспечения инклюзивного роста». С развитием информационных технологий появилась возможность путешествовать не только реально, физически, но и виртуально. Центральная городская библиотека им. Ломоносова приглашает вас в путешествие по сайту Кинозерского национального парка. Кинозерский национальный парк расположен на юго-западе Архангельской области и занимает более 140 гектаров. Создан он для сохранения нетронутых старовозрастных массивов Северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. А на Онежском полуострове, окруженный Онежским и Двинским заливами Белого моря, находится парк Онежское поморье. Он присоединился к Кинозерскому национальному парку в декабре 2011 года по распоряжению правительства Российской Федерации. Образован Кинозерский национальный парк на 10 лет раньше, 28 декабря 1991 года, тоже по постановлению правительства Российской Федерации. Весь природный комплекс Онежское поморье – особо охраняемая природная территория. Она является эталонной системой исторической среды обитания человека, объектом, сохранившим многовековую историю и культуру Русского Севера. Свидетельство тому – сохранившиеся природные комплексы и объекты, многочисленные памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, иконописи, археологии, богатый этнографический материал. Итак, в поисковой строке браузера набираем «Кинозерский парк» и выходит главная страница. Видеосюжет познакомит вас с видами кинозерия, снятого с высоты птичьего полета. Для получения систематизированного знания необходимо перейти к закладкам в верхней части страницы. О парке, гостям, местным жителям, детям, специалистам, контакты поддержать. В каждой закладке открываются гиперссылки с информацией. Можно искать нужную информацию другим способом – по каталогу, который находится за схематическим изображением глаза. Первая закладка «О парке» содержит общую информацию, новости, историю парка, публикацию местного органа средств массовой информации газеты «Кинозерия», галерею, проекты, работы волонтеров, официальную информацию о вакансиях, документы, золотой фонд, поддержать, возможность оказать материальную помощь, внести пожертвования. Каждую можно открыть, познакомиться с информацией и по стрелке возврата вернуться к списку. Слева и справа на странице вы видите ссылки зеленого цвета. Они дают возможность получить разрешение на посещение парка, забронировать жилье и задать вопрос оператору в письменной форме, оставив свой адрес электронной почты. Можно смотреть информацию по напечатанным ссылкам под закладкой, а можно по картинкам на странице. Откроется та же самая информация, то есть это второй способ. Например, золотой фонд. На слайде он обведен кружком. Золотой фонд – это люди, благодаря которым Кинозерский национальный парк живет, развивается, сохраняет свое культурное и природное наследие, уют и гостеприимство. Безусловно, парк не стал бы таким успешным и сильным, если бы его сотрудники, особенно те, что с первых лет растили свою организацию, росли вместе с нею, не работали так старательно. Один из таких сторожилов национального парка – Татьяна Сергеевна Диченко, которая работает в парке более 30 лет. Татьяна Сергеевна – специалист по охране труда. Она настоящий профессионал своего дела, умеющий найти индивидуальный подход к каждому сотруднику. И о каждом таком представителе Золотого фонда дана общая информация, отзывы коллег и населения за каждой фотографией рассказ о человеке или семье. Для потенциальных путешественников, то есть нас с вами, собрана информация в закладке «Гостям». Тут три раздела. Организация поездки, чем заняться и дополнительная информация, которая будет повторяться в каждой закладочке, а также организация поездки. Если мы откроем эту ссылочку, там будут еще гиперссылки, где остановиться. Например, выбрать жилье в Каргопольском или Плесецком секторе. Отмечены гостевые дома, их 15, две гостиницы, 4 турбазы, два турприюта и одна турстоянка. Пребывание на территории Федерального государственного бюджетного учреждения Национальный панк Кенозерский допускается только при наличии разрешения и документа, удостоверяющего личность с фотографиями и установочными данными лица. В разделе «Получить разрешение» оформляется заявка на право пребывания на территории парка. Рассматривается заявка до трех рабочих дней. Для посетителей Национального парка Кенозерский срок действия разрешения 10 суток. Необходимо заполнить поля в электронной форме. На вашу электронную почту поступает ссылка для оплаты разрешения. После внесения оплаты на почту поступает разрешение. Его необходимо распечатать и иметь при себе при посещении территории Национального парка. Льготным категориям разрешено посещение бесплатно, но необходимо будет предъявить документы, подтверждающие льготу. Льготные категории на сайте перечислены. Для остальных граждан, например, школьники, студенты, цены такие 150 рублей за разрешение и 250 для взрослых. Присокрант платных мероприятий и услуг, вплоть до аренды техники и снаряжения, опубликован в закладке гостям. Полезная информация, цены на услуги. Выложен приказ от 2 февраля 2023 года за подписью, исполняющей обязанности директора парка Александры Вячеславовны Яковлевой. С основания Национального парка и до этого времени директор была заслуженная работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Архангельской области Елена Фрегонтовна Шатковская. Но теперь она не работает. Перед поездкой в Национальный парк Кенозерский стоит познакомиться с информацией, что важно знать и полезные советы. Туристам рекомендуется купить сим-карту оператора мобильной связи «Мегафон», так как только этот оператор обеспечивает в парке связь. Позаботятся о наличных деньгах. Банковские терминалы только в деревнях Вершинино и Мощихинское. Если заезжаете поздно, надо предупредить хозяев гостевых домов. Для этого даны номера телефонов. А в деревнях Мощихинское, Вершинино, Усть-Поча и в поселке Поча находятся фельдшерские пункты, где можно получить первую медицинскую помощь. Но некоторые ваши препараты лучше взять с собой. Собираясь посетить парк в летнее время, обязательно запаситесь репеллентами, а также средствами, помогающими после укусов кровососущих насекомых. То же касается защиты от клещей. Позаботьтесь о теплой одежде и резиновых сапогах. Как доехать до Кинозерского национального парка, вы узнаете, перейдя по закладкам «Гостям. Как добраться». Откроются странички с полной информацией о поездке на машине и общественном транспорте в оба сектора парка Кинозерский. Каргопольский и Плесецкий. С указанием номеров, расписанием автобусов из Няндомы до Каргополя через Легшим озеро и обратно. И телефоны для справок. Туристам из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска названы федеральные трассы и дороги. Внизу страницы слева откроется ссылка для скачивания карты путешественника на страничке Каргопольского сектора и Плесецкого. Выбрать маршрут, приехавшим в парк туристам, поможет закладка «Тропы и маршруты», где указано расписание экскурсий как в Каргопольском, так и в Плесецком секторах. Расписание экскурсий, прогулок, мастер-классов публикуется по сезонам. На сайте вы найдете расписание обоих секторов с указанием дня недели и времени проведения мероприятия. Например, в закладке «Гостям» «Тропы и маршруты» выберем Каргопольский сектор, щелкнем по картинке под заглавием «Раскинулось село узорно» и читаем. Вы познакомитесь с историей освоения Кенозерского озерного края, с природными и культурными особенностями этой заповедной территории. Вас ждет посещение Никольской часовни, символа Кенозерского национального парка. В экспозиции «Амбарный ряд» вы откроете секреты кузнечного, гончарного и плотницкого мастерства. Они же объявлены на экскурсии. Взрослый в лет до 500, детский – 250. Ниже название других маршрутов для вас и так за каждой закладочкой есть краткая информация цены приятного путешествия. Ссылка «Местные жители гостям Кенозерия» в закладке «Гостям» знакомят с людьми, которые могут вас приютить во время путешествия в своем доме, предложат угощения, изделия выполнены своими руками, проведут мастер-классы по изготовлению традиционной каргопольской глиняной игрушки, предложат свой транспорт и проведут экскурсии. Оставлены номера телефонов для прямой связи. 45 фотографий, 45 разных предложений. О каждом подробно рассказано. На сайте парка размещена информация не только для туристов. Гостями могут стать участники профессионального музейного сообщества. Для них проходят обучающиеся семинары и конференции. Какие? Узнаем в закладке «Гостям», «Чем заняться», «Мероприятия». В рамках Года экологии в Архангельской области Национальный парк «Кинозерский» и Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области провели межрегиональную конференцию «Особо охраняемые природные территории. Загодонодательство. Развитие. Обмен опытом». Мероприятие прошло с 4 по 7 сентября этого года в деревне Вершинино, административном центре Плесецкого сектора Кинозерского национального парка. А с 5 по 9 октября в рамках обучающей программы «Школа заповедного ательера» участники получат ответы на вопросы, как дать старым вещам вторую жизнь, как сделать свои гостевые дома узнаваемыми и как вовлечь творческих местных жителей в туристическую деятельность. Участники познакомятся с сельскими гостевыми домами местных жителей Кинозерия, пройдут по самым популярным экологическим тропам, примут участие в мастер-классах по правильной подготовке гостевого дома к заезду и подготовке материалов для рекламного продвижения. Определенное место занимает информация для местных жителей Кинозерия. Закладка местным жителям откроет информацию по развитию возможностей, правилам охоты и рыболовства в Северном бассейне. Есть также материалы Клуба друзей Кинозерского национального парка, советы по застройке и землепользованию, заготовке древесины, раздел, а также новости и мероприятия. Так, Клуб друзей Кинозерского национального парка большую часть своих проектов реализует на территории парка и на Онежском полуострове, часть которого занимает национальный парк Онежское поморье. В границах и вблизи границ заповедной территории находятся 18 населенных пунктов с постоянными жителями, и большинство деревень и сел характеризуются высокой степенью изолированности, туда трудно добраться. На странице есть форма обратной связи для жителей. Если мы откроем ссылку «Возможности для развития» в закладочке местным жителям, то прочитаем такую информацию. Проходит конкурс грантов хранителей традиций. Он проводится парком. Цель конкурса была сохранение и восстановление традиционной застройки в заповедных деревнях и селах. Размер грантов составил от 10 до 100 тысяч рублей. Потратить эту сумму можно было на преобразование внешнего вида своего дома и находящихся на участке построек, а именно заменить окна, поставить на окна переплеты или наличники, обшить наружные стены, покрасить их, заменить кровлю, заменить забор. Средство гранта разрешалось по условиям конкурса потратить только на закупку и доставку стройматериалов. Другие виды расходов не предусмотрены были. И обязательным условием являлось предоставление софинансирования участникам конкурса в размере не менее 20% от суммы гранта. При этом софинансирование должно было быть подтверждено документально, например, чеками, указанной деревни, жители которых могут принять участие в конкурсе. Победителей выбирала конкурсная комиссия и уже с 1 июня жители смогли приступить к реализации своих планов. На сайте Национального парка Кинозерский есть информация детям. Это юношеские ломоносовские чтения, конкурсы акции, какие экологические лагеря функционируют в Кинозерии, о школьных лесничествах, плотницкие курсы для школьников, школа юных экскурсоводов. И ссылочка также, которая повторяется в каждом разделе сайта. В 2007 году методист по экопросвещению Антонина Ивановна Попова организовала экологический кружок для школьников «Живинка». Кружок дал старт в школе юного экскурсовода. И теперь эта школа работает и в Каргопольском, и в Плесецком секторах. В Каргопольском секторе Кинозерского национального парка летом 2007 года ребята начали проводить экскурсии по тропе муравейников. В 2011 году дети начали проводить обзорную экскурсию «Вот моя деревня» по деревне Морщичинской. А в 2012 уже освоили особенно полюбившуюся им интерактивную программу «Бревенчатая страна» в архитектурном парке «Кинозерские бирюльки» на Масельге. Юные экскурсоводы парка в традиционных костюмах рассказывают о жизни северной деревни. На сегодняшний день в школе занимается 21 экскурсовод, включая самых юных гидов, воспитанников детского сада «Ягодка». Это информация детям. Одна из самых информативных закладочек специалистам. Она состоит из трех разделов. Она тоже очень интересна. Специалистам. Мы сохраняем. И общая информация в разделе «А также». По ссылке специалистам «Паспортизация деревень» в закладочке «Специалистам» открываются фотографии каждой из 18 деревень Каргопольского и Плесецкого секторов с описанием географического положения, топонимики, административно-территориального положения населения, проживающего в деревне, истории, природных и культурных особенностях, школах, памятниках деревянного зодчества, хозяйственном укладе и тому подобное, довольно развернутая информация с картами, чертежами и фотографиями. В этой же закладке специалистам раздел «Мы сохраняем» открываются ссылки «Охрана территории», «Реставрация памятников архитектуры», «Музейный фонд», «Традиционная народная культура». По ссылочке «Традиционные промыслы и ремесла» мы узнаем, что народные промыслы и ремесла кинозерия уходят корнями глубоко в историю территории и местного населения и отражают его самобытность, мировоззрение, религию, особенности быта и традиции. Историческое развитие ремесел было обусловлено развитием натурального хозяйства, при котором почти все необходимое для жизни северного крестьянина производилось самостоятельно. Традиционно промыслы и ремесла кинозерия можно было условно разделить на мужские, требующие выносливости и силы и женские, требующие кропотливого труда, красоты, изящества и исполнения. Природное расположение вблизи озера побуждало мастерить свои лодки или кшмозерки, заниматься рыбной ловлей. Также занимались гончарным ремеслом, плетением из бересты, резьбой и росписью по дереву. Одно из самых важных в патриархальном хозяйстве кинозерия – это кузнечное дело. На этом наш обзор сайта Кинозерского национального парка завершается. Поздравляем наших читателей с Днем туриста и желаем интересных путешествий не только по сайтам, но и по автодорогам, водным, воздушным и железным путям. Библиографы Центральной городской библиотеки имени Ломоносова готовы помочь вам совершить не только виртуальное, но и реальное путешествие, выбрать способ передвижения, то есть транспорт, приобрести билеты через интернет, забронировать жилье и заказать экскурсии и билеты на культурные предприятия в нашем и других регионах. Спасибо за внимание. Продолжение следует...